Добрый день, дорогие друзья! Я хотел бы сказать несколько слов в преддверии этого концерта. Сегодня мы завершаем в этом календарном году прекрасный цикл, который проводят Марина Арвели и ее великолепная команда исполнителей. Я уверен, что все вы ходите постоянно на ставшие привычные концертные программы. И сегодня же мы хотели бы подвести итоги года культурного наследия, который был объявлен в текущем году президентом Российской Федерации. Проводилось огромное количество мероприятий. Мы, в том числе, проводили фестиваль хранителей наследия России на площадке в Красногорске. Ежегодно мы проводим, но акцент мы делали, конечно, на этом мероприятии в этом году. По всей стране огромное количество было мероприятий и фестивалей, и конкурсов, концертных программ, конференций, симпозиумов. Это действительно большая была проделана работа. Она касалась, конечно, и вопросов этого культурного многообразия нашей страны. Но, на мой взгляд, нужно все-таки делать еще акцент, во-первых, на том, что написано в основах концепции работы по сохранению традиционных культурных наших красных ценностей. Это документ, который был буквально недавно принят, о нашем едином российском народе. Когда мы с интересом, с удовольствием сталкиваемся с русской, татарской, бурятской, калмыцкой, любой культурой, мы никогда не должны забывать, что это все звенья, это все пазлы, из которых собирается наша великолепная, огромная страна. И в культуре нашей огромной страны, культура наша отмечена высочайшими достижениями, общепризнанными достижениями в классической музыке, блестящими достижениями в эстрадной музыке и так далее, и так далее. И вот эти концертные программы, посвященные великим исполнителям, великим композиторам, которые прославили нашу музыкальную культуру в XX веке, вот эта программа, которая действительно напоминает нам о нашем культурном коде, о том, что мы большой, единый народ, мы все с вами говорим на одном русском языке. Я очень надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от сегодняшней программы, мы рады, что вы приходите к нам, и я с удовольствием приглашаю на сцену, идущих на сцену. Я очень рада вас всех видеть в этом прекрасном об этом зале, и сегодня наш концерт называется «Признание». Конечно, у этого композитора есть такая песня «Признание», но это и наша любовь, это наше уважение безграничное, и признание в любви этому композитору Эдуарду Савельевичу Калмановскому, которому в начале января исполняется 100 лет. Я думаю, что каждый из вас знает все его песни, может быть, вы позабыли автора, но песню наверняка вы помните. Он учился в школе и в музыкальном училище имени Гнесиных. Они, вся семья Калмановских, переехали в Москву, и в 1945 году он окончил Московскую консерваторию по классу композиции Виссариона Шабалина. И, будучи студентом, уже тогда написал несколько романсов на стихи Кушкина, Бернса, а затем уже последовали пять лет работы в радиокомитете. Ну, сразу скажу, может быть, для кого-то сейчас уже будет удивительно, что как же это так с композиторским образованием и в радиокомитете. Радиокомитет тогда открылся на Пятницкой улице, радиотон, как его по-другому называли. И вот работали тогда там звукорежиссеры, они все были с высшим музыкальным образованием. И вот был период, когда пройдут только с консерваторским образованием. И кроме Калмановского я могу привести еще такую фамилию, как композитор Кинни-Птичкин. Ну, вот такая была тенденция, и очень правильная, и очень хорошая. Трогательный такой факт из биографии. И во втором классе композитор познакомился со своей будущей женой Тамарой. И в шестом классе, когда ему было 13 лет, ей 12, они договорились пожениться, как только это станет возможно. В 43-м году у них была свадьба, два сына, очень успешно. Я хочу, знаете, еще вот, о чем вам рассказать, что песни Эдуарда Саеновича Калмановского популярны были не только в нашей стране, но и за рубежом. Их пели на многих иностранных языках. И в Болгарии, так там просто, знаете, эта песня стала гимном города Плокдив. Каждое утро звучала, или сейчас, конечно, я не знаю, но много лет звучала музыка Эдуарда Калмановского. И сейчас я хочу пригласить артистку, которая много сотрудничала с артистом болгарским, с писером Кировым, который постоянно пел эту песню Эдуарда Савельевича. Итак, лауреат всероссийских международных конкурсов Марина Пономарева. С песней Алёжа Васильевна Константина Ваншенькина. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем наш концерт. Сейчас популярнейшая песня была в свое время «Мужчины» Поет заслуженная артистка России Татьяна Метрова. Аплодисменты 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 А сейчас в нашей программе тонкие и проникновенные песни о любви на стихи Игоря Шиферана «Вы мне нравитесь» и «Песенка без конца». Поет лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Пашкова. Вам встречаться со мной ни к чему, Слишком грустные эти свидания, А меня не пойму почему К вам по-прежнему тянет и тянет, Ждать, что чудо свершится смешно, Только к вам все равно я направлюсь, Чтоб делать, что суждено, Вы мне нравитесь, Вы мне нравитесь, Вы мне нравитесь, Я вам не нравлюсь, Я вам не нравлюсь, Я с друзьями согласна вполне, Вероятнее бываю красивей, Но назвать было бы некогда мне, Если б кто же красивей спросили, Я стараюсь не думать о вас, И от грусти никак не избавлюсь, Вам, наверное, спокойно сейчас, Вы мне нравитесь, Вы мне нравитесь, Вы мне нравитесь, Я вам не нравлюсь, Я не нравлюсь вам, Ничего не прошу объяснить, Все и так, к сожалению, ясно Оказалось непрочную нить, Загорелась звезда и погасла Через год или несколько лет, С этим порем я, может быть, справлюсь, А пока бесконечный сюжет, Вы мне нравитесь, Вы мне нравитесь, Вы мне нравитесь, Я вам не нравлюсь, Я не нравлюсь вам, Я вам не нравлюсь, 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 Перед зеркалом девчушка лет пяти, Хохотушка ее вертушка лет пяти, Хочет рожиться, не хочет отойти. А время, время не уловляет он, А время, время идет к себе, идет. Смотрим в зеркало, невеста не спеша, Смотрим в зеркало, невеста не спеша, Хоть и ждут ее давно, но не спеша, Так редко гляделась хороша. А время, время не уловляет он, А время, время идет к себе, идет. А время, время не уловляет он, А время, время идет к себе, идет. И, вздохнув печально, женщина прошла, И, вздохнув печально, женщина прошла, Задержалась на мгновенье и прошла, По-моему, уже раньше были зеркала. А время, время не уловляет он, А время, время идет к себе, идет. И когда успела внучка подрасти, Вот у зеркала девчушка лет пяти, Хохотушка и вертушка лет пяти, Порч трожится, не хочет отойти. А время, время не уловляет он, А время, время идет к себе, идет. А время, время не уловляет он, А время, время не уловляет он, И идет к себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти, Смотрит в зеркало невеста не спеша, И, вздохнув печально, женщина прошла, И когда успела внучка подрасти, А время, время не уловляет он, А время, время идет к себе, идет. А время, время не уловляет он, А время, 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 и дождь, 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 и дождь В 1945 году Эдуарду Калмановскому, ну сколько лет было, 20 с небольшим, да? А его уже принимают члены Союза композиторов СССР, потому что есть еще и Союз композиторов Москвы. И вот музыканты, знавшие Эдуарда Савельевича в ту пору, были уверены, что он всю свою творческую жизнь посвятит серьезной музыке. И вдруг раз уходит в песню. Конечно, Калмановский писал и инструментальную музыку, и вокальную, писал музыку к театральным спектаклям. Но свой путь он обрел именно тогда, когда обратился к сочинению песен. И популярность их могла позавидовать любой, кто работает в области этого жанра. Диапазон композитора очень широк. Популярна была песня «Черное и белое» на стихе Михаила Танича из сериала «Большая перемена». Конечно, все вы помните о легендарном пьете. Поет Марина Пономарева. Поем вместе. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется сдорным, черное и белое, белое и черное. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Часто простое кажется сдорным, черное и белое и черное. Часто простое кажется сдорным, черное и белое и черное. Часто простое кажется сдорным, черное и белое и черное. Черное и белое и черное. Калмановский создает вместе с поэтом Львом Ашанином произведение о врачах. Понятно, это люди святого долга, благородного труда, люди в белых халатах. Все вы знаете эту песню. Наверное, она одна из лучших об этой профессии. Есть, конечно, песни и о медицинских сестрах, о санитарках и много всего. Но такой песни, как эта, такой величественной, значительной, пожалуй, никому не удалось записать из других композиторов. И наши мамы на стихи Игоря Шоферана. Поет заслуженная артистка России Татьяна Беднова. Самым лучшим, самым добрым, настоящим врачам я хочу посвятить эту песню. Смерть не хочет щадить красоты Ни веселых, ни злых, ни крылатых, Но встают у нее на пути Люди в белых халатах. Люди в белых халатах Вновь встают у нее на пути И лиха не станет ровней И страда не отступит куда-то Лишь склоняться к постели твоей Люди в белых халатах 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 Внимание у смерти слегка И на свете тебя еще нет И едва лишь откроешь глаза ты И на свете тебя еще нет Люди в белых халатах 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 Субтитры подогнали Симон. 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 ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 для театра. После спектакля «Двенадцатая ночь» появилась музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов», сочиненная для Московского детского музыкального театра имени Натальи Юнишенко-Сац. Спектакль, который идет с большим успехом многие-многие годы. Сейчас я предлагаю вашему вниманию сцену королевы и исполнителя королевских желаний из этой музыкальной сказки. В ролях Юлия Квашинская и Сергей Стюбер. «Скажи мне, самое мое правдивое зеркало, кто на свете всех умнее, всех румяней и белее? Ну, конечно, я. Спасибо тебе, мое правдивое зеркало!» «Играет музыка» «Режнее, чем розовый песток, моя щека!» «Режнее, чем ливий цветок, моя рука!» «Глаза и огня наряд, как самоцвет, Не первым людям ворят, Прекрасней нет. Привыкла в зеркале Сама с собой встречаться, На себе дублей берега, Ее на себе дубоваться, И вновь лететься вновь не могу. Другой тобой не сычишься на пире, Соперный снег на троне, Ее на берега родники порфиры Совой судьбой создана, Совой судьбой с рожденья создана. Небрежно локоны в кольцо, Света пути, Моя прекрасное лицо, В том власти пора, Должна, должна я покорить, Весь белый свет. Заслышу зеркал ответ, Прекрасней нет, Прекрасней нет, Прекрасней нет, Прекрасней нет. Главный исполнитель королевских желаний Прибыл, чтобы сообщить вам вечерние новости. Только что схвачен вождь побежденного войска И сейчас будет доставлен в замок. Добрая весть на ночь, Как стакан простокваши. Ну что же, за такую приятную новость Я награжу вас орденом. Рад стараться. Все мои предки были преданными слугами вашей династии. Ну что же, я сейчас вернусь. За мной знакомство нехотитель, Всегда исполню, что приказано. Я королевский исполнитель, И этим все, конечно, сказано. Я прохожу, не слышно тенью там и сям. Люблю подглядывать королевские веленья, На лету привык угадывать. Обидеть, обижу, уйти, ухожу. Не видеть, не вижу, следить, я слежу. Утешить, утешу, убрать, уберу. Повесить, повешу, соврать. Какой может быть разговор. Я завру, я завру. Отец и дед сидели тоже На этой должности ответственной. И я как следует, вельможе, От предков принялось наследствие. Я доволен сам собою И могу сказать заранее, Что любое я исполню Королевское желание. Обидеть, обижу, уйти, ухожу. Не видеть, не вижу, следить, я слежу. Утешить, утешу, убрать, уберу. Повесить, повешу, соврать. Какой может быть разговор. Я завру. Я завру. Повидеть, помижу, уйти, ухожу. Не видеть, не вижу, следить, я слежу. Утешить, утешу, убрать, уберу. Повесить, повесить, повешу, соврать. Какой может быть разговор. Я завру. Я завру. Время неумолимо. Мы проходим завершение уже нашего концерта. Где ты раньше, пусть, на стихе, на стихе, на стихе, на стихе, на стихе, на стихе. Знаете, знаете, сто процентов все это песни. Очень женская, очень нежная. Мне любить тебя, пусть, на стихе, на стихе. Что так поздно ко мне пришел. Где ты раньше был? Разве ты не знал о моей тоске, как ты мог прожить без меня? Где ты раньше был? Целовался с кем, с кем себе, самому из меня? Разве знает кто, сколько лет и зим, и улыбки жду, и тепла? Это раньше был, когда я с другим, с нелюбимым, над пропастью шла. Мы с тобой теперь, словно тьмой и свет, Полюбить тебя нету сил. Где ты раньше был? Столько дней и лет. Мой единственный, где же ты был? Где ты раньше был? Столько дней и лет. Мой единственный, где же ты был? 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 Мой единственный,ший как я был? Прекрасная песня с прекрасного советского фильма по семейным обстоятельствам, помните? Там звучит много песен, и одна из них вот эта очень-очень светлая и очень нужная, мне кажется, сегодня. Спасибо вам, люди. От первого слова до первой любви. А-а-а, 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 от первого слова до первой любви. Меня провожают лицные опушки, Меня приглашают огни площадей. Летят самолеты, считают нам годы кукушки, И все это вместе планета людей. А-а-а, 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 и все это вместе Планета людей. Опять по тропинкам следы заметая, Дружи яснопадом и таят снега, Разливаясь весной. Я выйду из дома, и кто-то со мною Окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной. Я выйду из дома, и кто-то со мной Окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной. Татьяна Викторовна. Спасибо вам, люди, за то, что вы пришли на наш концерт. Вот это прекрасный дом. Я хочу еще раз всех вам представить, И вы всех еще раз отблагодарите вашими овациями. Елена Матрицына. Садитесь с нами. Наш кончерство, сердце, душа нашего кончерства. Наталья Пашкова. Арида Маликова. Юлия Клашинская. Сергей Степер. Ольга Бибик. Марина Пономарева. Татьяна Викторовна. Елена Калашникова. Анна Пиксайкина. И я, автор и ведущая сегодняшнего концерта, Марина Арбелия. Будьте здоровы, берегите себя и будьте счастливы. А так, в этом зале встречаемся с вами 5 февраля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok